Как известно, популярность интернет-СМИ с каждым годом все растет и растет. В связи с этим мы решили узнать у жителей нашего города, как часто читают они газеты, читают они их вообще и какие считают самыми объективными. Добрый день, канал Горловка ТВ. Скажите, читаете ли вы горловские газеты? Нет, не читаем. Читаем. Скажите, пожалуйста, какие вы знаете горловские газеты? Горловка сегодня кочегарка. Какие вам больше нравятся? Обе. От случая к случая. А какие вам больше всего нравятся? Горловка сегодня. Читаете ли вы горловские газеты? Нет, нет, только группа сосеной в Горловке. Читаете ли вы горловские газеты? Не особо. А почему? В основном пользуюсь интернетом и захожу на какие-либо сайты и читаю информацию, которая мне нужна. Читаете ли вы горловские газеты? Да нет, редко. Обязательно, Горловка сегодня выписываю постоянно. Читаете ли вы горловские газеты? К сожалению. Обязательно. Какие? Горлоку сегодня. Читаете ли вы горловские газеты? Нет. Вы отдаёте предпочтение интернету? Да. Ну, не знаю, просто молодёжь как-то больше привыкла в интернете читать информацию. Вы предпочитаете интернет-ресурсы? Да. Мне проще всё-таки в интернете посмотреть всю информацию. Интернет? Да. Так дешевле. Читаете больше интернет-ресурс? Тоже не читаю. А как вы считаете, почему интернет-ресурсы популярнее, чем газеты? Ну, может быть, сейчас большинство, как бы у всех есть интернет, и как бы проще зайти в интернет, что-то посмотреть, чем покупать где-то, искать эти газеты. А знаете ли вы вообще какие-либо названия горловских газет? Горловка сегодня, Кочегарка, не знаю, выпускать сейчас они или нет. Кочегарка. Не знаю, есть ли сейчас вечерняя Горловка. Ну, кроме Кочегарки, наверное, больше пока ничего не знаю. Знаете ли вы вообще, какие у нас существуют газеты в городе? Нет. Горловка сегодня, знаю, есть. Кочегарка. Вы считаете их объективными? В принципе, да. Потому что мы здесь с первого дня не выезжали никуда. Поэтому мы всё видим, всё в наших глазах. Всё нормально. То есть информация, я считаю, что соответствующая действительности. И спасибо ребятам за то, что они нас, так сказать, информируют о всех событиях, происходящих здесь у нас. Тогда уехали, бросили, и у нас вакуум такой создался, Кочегарка, что да, всё это было, конечно, ужасно. То есть тем у нас претензии, конечно, есть к редактору и, в общем-то, всем сотрудникам, которые уехали, сбежали. И мы были, в общем-то, без информации, ну, наверное, сколько, может быть, месяца 3-4. А больше. Даже, может быть, больше. Вот. А сейчас всё, спасибо, всё в порядке. По итогам проведённого нами опроса мы узнали, что интернет-ресурсы предпочитают молодое поколение, а печатные издания всё так же читают люди преклонного возраста. Жители нашего города хотели бы больше узнавать новостей о жизни Горловки, а также о новостях республики.